Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Соборное послание святого апостола Якова, 4 глава, с 13 по 16 стихи. Теперь послушайте вы говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющаяся на малое время, а потом исчезающей, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславите, и всякое тщеславие есть зло. Сегодня я хотел поговорить и сказать об этом, о скоротечности нашей жизни. И будет время, когда придется отвечать за секунды, буквально. Это святые нам говорят, потому что и на секунду одна, ни минуты, решает, живет человек или не живет. Где-то не затормозил, где-то не засмотрел, где-то огонь попал, взорвалось, и тем более такое тревожное сейчас время. Что такое наша жизнь? Пар, являющийся на малое время, и затем исчезающий. Видите, по крышку поднялась чайник, а вот это наша жизнь. И пар исчез, нигде его нету. И здесь говорит, поеду, буду делать. Вы знаете, как было в Германии, когда пришел там один правитель. Он объявил, что будет тысячелетнее царство. Айнтаузен Керрегист Рейх. 13 лет. Исчезло, и как будто никогда не было. 72 года ждали коммунизм в другой стране. Исчезло, и как будто никогда не было. Ни государства нету того. Чтобы человек не надмивался, никакого царства на земле нельзя построить. Потому что здесь дьявол ходит, как рыкающий леп, ища кого поглотить. И написано, небеса радуйтесь, когда был сброшен дьявол оттуда. Горе живущим на земле. И к вам сошел дьявол в великой ярости, ища кого поглотить. Мы вот рассуждаем так, что сколько сейчас посчитали. А кто-то? Да больше никого нету. Духовные люди, они видят то, чего ни один не видит. Ну, простое дело, кажется. Привыкнущее, богослужение, литургия. Ответственный момент. Литургия верных, неверные, они должны выходить. Выходят. Это редко где. Ну, а злой дух остается здесь. Он никуда не уходит. И это говорят о житии святых. 19 января, житие святого Макария Александрийского. Ну, причащает священник. Это явно дело, что литургия верных идет. И в это время он видит, как черные эфиопы, это называется дьявольская сила, влагают людям в рот уголь. А как же при счастье? При счастье незримой рукой ангела возвращается в алтарь. Я не могу этого отрицать. Дмитрий Ростовский, митрополит, пишет о том, что было раньше известно. Притом, это не одни и однажды. Макарий Великий. Повторяю. За 19 столетий с предсказкой Великий, с большим буквы, только 17 человек было. И однажды он видит, воскресный день, я иду на службу, и видит глазами, как мы видим людей, видит, дьявол идет. А ты куда идешь? Как куда? Мы сегодня же литургию, я на нее иду. А разве там бываешь? Он говорит, ни одной без меня не бывает. Если чуть-чуть ты мыслями куда-то ворохнулся, он говорит, уже человек мне принадлежит. Притом, это неоднократно проявляется где-то. Вот сейчас давайте задумаемся. Ну, это легко посчитать. Математику изучали в школе. Жизнь человека лет 70 лет, при большей крепости 80 лет. Ну, умножь на 365, потом умножь еще на 24, потом на 60, еще раз на 60 будут секунды. Где эти секунды? А спросится за все. Абсолютно за все. За каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения ответа потребуют нас. Евангелие от Яна 12, 48 говорится. Господь говорит, слово, которое я говорил, оно будет судить в последний день. Если оно будет судить, а как? Как родился, от рождения до смерти. Да я был маленький, не знал ничего. Бог разберется. Страшный суд. С большой буквы два слова. К Ефрему Сирину, когда монахи окружили его, избранный Божий сосуд. Ну, как будет суд Божий? И он ничего не ответил, только заплакал и все. И сколько он плакал, у него под глазами были борозды. Для него было плакать, как для нас дышать. Не спрашивайте. Он после кое-как стал говорить, и, видимо, через каждое слово останавливался. Как загораются небеса, земля. Все полыхает. И как гробы вскрываются. И как люди встают от Адама до последнего человека. И начинается суд перед всем миром. Ничто не исповеданное грехи. Каждый даст отчет за свои дела. Каждый. А если святая жизнь пройдет вся здесь? Будет момент, когда человек обратился к Богу. Вот как оно будет выглядеть? Только в одном месте в Библии, в 12 главе об этом говорится, 7 глава напоминает Даниила. Перед престолом почищет огненная река. Из огня. Как он огонь может течь? А ты не спрашивай. Написано. И всем надо пройти через эту реку. И на той стороне реки праведники воссияют, как солнце. Грешник явится, как головня обгорелая. И у каждого будет, как нимб написано, убийца, злодей. Ну и все остальные. А у праведника мы, говорит, подобно будем ему. И святые когда толкуют, и говорят, о, тело наше будет подобно ему телу. Слов никаких нет. Не видел глаз. Не слышал уха. И на сердце не приходило. Что Бог приготовил для любящих его. Вот сейчас, если бы сказали, что город будет оккупирован, и здесь будет, ну, просто чужие люди придут и будут свой порядок наводить. Выйти можно. Как говорят сегодня, коридор, по которому выйти. Что бы человек ни отдал, чтобы выйти вовремя. А вот посмотрите, воскресный день. Где люди бывают? С детьми иду, смотришь. В воскресный день пошли, там, называют какой-то кинотеатр. И вдруг вспыхнуло все, дети все сгорели, кто-то попер их. Ни один родитель этого не думал. И мы считаем не единожды это. Вот так нужно остановиться на молитве. Не блуждать мыслями, где, Господи, как я дам отсчет. Вот я в первый раз Библию увидел, увидел. В 23 года. Я как вспомню, это 23 года. Это сколько можно было сделать? Ты когда один день, кажется, целая вещь. Когда ты много делаешь что-то, радуешься. А ты молод, сила есть. А как себя сохранить? Юноша, соблюдение себя по слову твоему. Ходи по взгляду очей твоих. Эклисиас говорит. Но знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Какими путями ты шел? Сколько раз Бог стущался в сердце? Я вспоминаю. Встречались верующие люди. И я не ответил. Хотя жил не как другие люди. Там не воровал, не сквернословил. А я знал, что я погибший. Погибший навсегда, безвозвратно. Никто меня ходил в храм, свечки ставил. Ставил и спросили, где ты будешь в воду? Где же я больше буду? Ни минуты, ни одной секунды в жизни моей не было обмана от Духа Святого. Он мне говорил, ты погибший грешник, окончательно погибший. Ни в одной западе я не нахожу, чтобы я не был виновен. До времени, до 27 сентября 1962 года в 17.00, когда первый раз склонился, просчитав шесть глав Библии, мир заново передо мной весь раскрылся. Как будто я никогда не учился, ничего не знал сказать людям о Боге. Какая скоротечная жизнь. Мы сейчас посмотрим по Святой Библии. Сколько раз воздыхали об этом, о скоротечности, праведники, многострадальный Ев, Давид, пророки все. Приготовимся и на себя все это кинем. Не тень, а реальный, я там. Притча 27.1. Видите, листается Библия. У вас доверено, значит быть, 100%. Я мог перепечатать неправильно, глаза не смотрят, уши не слышат, а теперь только Библия считается. На 100% точно написано. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. День рождает. Мы говорим так. Ох, и время летит. А Библия говорит, мы летим. Мы летим. Ну, это 89-й псалом, когда считаешь, говорит. 70-80 дней, кратковременно, и мы летим. Ну, это можно показать. Сегодня делают так, рожаются из роддома, ребенок вылетает в порточку, летит, растет, и, наконец, на кладбище упал, где ничего нет. Ну, 2 минуты, 1,5 минуты. Вся наша жизнь. С чем мы предстанем? Какими талантами нас Бог наградил? Вот посмотрите, сколько людей сегодня. Кто берет Библию и считает? Мы должны сознать, что мы хуже всех. Что люди не понимают, считая Библию на церковном славянском, доказывать не надо. Был такой знаток священного писания, Герасим Петрович Павский. Вот у нас на русском языке Евангелие от Матфея, Псалтырь, это его труды. И он преподавал в духовной академии. Это бывает школа 10 классов, потом семинария, там 4 года, потом академия. Академисты. Ясное дело, что не с улицы люди. Считают, заканчивают. Ну, будут архиереи, может быть. Они понимают. И он для их уразумения перевел Ветхий Завет. Перевел. Тогда называлось... Ну, не было такой ксерокопии. Это литография. 50 экземпиаров сделала. Написано для лучшего разумения писания семинаристом духовной академии. Он преподавал профессорам. Хорошее дело. Время царя. Ни одного коммуниста еще нету. И вдруг узнали, архиереи сразу же бросились к священнику, к жандармам. Немедленно найти. Изъять и сжечь. Когда считаешь... Я все годы думал, представьте, как он радовались студенты, смотрели. И вдруг обыски у всех. Но два экземпляра сумели спрятать. Они в свой срок будут, потом они войдут сюда. Я долго не мог понять. И ответ искал у Бога. Господи, ну, как же так? Православная Русь. Это все знали. Святая Русь. И вдруг гоняются, где Слово Божие послышали, запрещат их его. И только один услышал. Филарет, там, амфитеатров, кажется. Он царю говорит. Ваше царское величество, в Библии не вздумайте давать народу. В стране сразу будет революция. Это же не капитал Карла Марса. Как? А так, что хоронили людей и не знали, где они. Люди Бога не знали. Никаким заупокойно и грешнику не помогут. Это обман. Почему? Там написано, раба твоего помене. Раба, раба. А не так, что он все жил, кутил, и в грехах Бог его захватил, и он будет в районе. Не будет. Не будет. Об этом говорится 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Всем нам надлежит предстать предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, не живя в Барнауле, не живя в квартире где-то, а в теле. А это душа, я живу в этом теле. Тело – это не я. Тело – это оболочка, это одежда для души, как вот эта одежда для тела у нас. У нас все должно быть переформатировано. Об этом патриарх как-то высказался. У нас должна быть полная переформатировка сознания на это. И так мы просчитали. Не хвались завтрашним днем. Вот у нас будет то-то. Вы помните, в 1962 году правительство официально объявило, что через 20 лет нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. С 1982 года мы уже там живем. А как там? Каждому по потребности, от каждого по способности. Способности надо учиться, а потребности ничего не надо. Более хитрого ничего не надо. Поверили люди в это? А Библия говорит, что посеешь, что и пожнешь. Делом твоим каким? Примером, воздыханием. Один ты ночью молишься, плачешь, каждая слезинка у Бога сохраняется. Мы считаем. Иеремия 9,24. Вы все это применяйте к себе. Когда в сознание пришли, там два-три года было, уже понимали себя уже, что я человек, не собака. Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это было благоугодно мне, говорит Господь. Человек получает отметки, его применяют. Он пятерку получил, родители радуются. А вот там-то тот был, я узнал, вот соревнование было, лучший рисунок мой, отметили. А здесь, говорит, хвалящийся, хвались Господом, что знаешь. Павел дважды повторяет эти слова в первом Коринфею. Первая глава, 31 стих. Во втором Коринфею. Тебе охота похвалиться? Павел хвалится. Больше всех пострадал, то другое. Впрочем, не я, но благодать Божия во мне. Мы ничего не можем. 15.5 Евангелия Тяна говорит, без меня не можете делать ничего. Ну, человек с чем-то отличается. Вот любому сейчас скажи, ну, кто такой Мичурин? Ну, все скажут, ну, он занимался разной селекцией, яблоки все выводил, другое. Большой человек был, он такие сады развел. Умер, и все засохло, нигде ничего нет. Были люди, которые изобретали, как космос залететь. Где они? И никому он не нужен. Он ушел на суд один. Там нету заботы. А тебе никакой заботы ни от кого нету. С чем мы предстанем, как ответим за каждый день? Поэтому, когда вечером совершишь молитву, я читал такой совет, уже в постель лег, тогда прочитай еще, да воскреснет Бог, и растощаться в разе его. Попробуй, и ты увидишь. Если ты сильно уставший, а на короткая молитва, ну, какой щенаш. Начинаешь спотыкаться, и сколько раз было. Дополненно досчитаю, уже уснул. Приходится там вылазить под одеяло, да и тогда уже прочитать. Вот кто это все правило-то делал, они это все знали. Не устанно, не пристанно, постоянно повторяй, я ничего не значащий. И только ты. Итак, мы с Отцом придем, и обитель у него сотворим. Отец Небесный, Бог и Его, и Сын Божий придем у тебя, и тело твое будет нашим храмом. Мы храм его, храм. Вот это мы знаем храм. Храм, где литургия совершается, хотя бы под землей было, это уже храм. Но главный-то храм будет тот, что мы предстанем перед Богом. 1 Царств 28-19. И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты, и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян. Все приготовили. Наемников сколько наняли, это было, они нанимали Египет, то другое. Господь говорит, сила ваша сидеть спокойно. Еще нет, это накануне сражения уже битва проигранная. Почему? Царь восстал на Бога. А ведь у нас безбожники были. Правители-то ведь. А о Боге-то вообще мы не слыхали. Специальные были представители, которые преподавали, научили коммунизм, и люди верили, получали зарплату. Нам нужно знать, ну слово коммунизм неплохое, это комната общая, мы делим все, надо понимать просто значение этого слова. Но нам сказано, да придет царствие Твое. Вот нас пионеры, мать, научила не вступать, а уж не говоря о комсом, у нас ни один там не был. Почему? Мать говорила, что это все равно, что душу продать дьяволу. И мы маленькие дети знали это. А как это? Я не знаю, мама сказала, и мы ей верили. Евангелия не было, приучите детей своих, чтобы в них было доверие вам. Вы по счастью открывайте Библию, да возьмите большой формат, вот такая вот, что была она. Сядьте и откройте. Ребенок не слушается. Сейчас жалуется один, говорит, узнал, что ребенок подворовывает у меня. А ты серьезно это восприми. Вот у меня был племянник, жил, и поехали в гости к одним, и приезжают, а там эти целлулоидные лошадки, ему понравилось, и он их взял. А я приехал в полночь. Ну и жена говорит, вот такая беда. Я уразбудил ребенка. Лошади этих где они тут? Давай мы эти лошади, сарай наш через дорогу, унесем туда, иначе вместе погибнем все. Он с просонок понять не может, я ему объясняю, ты своровал. Где своровал? За 100 километров отсюда были примерно. Завтра утром, он от работы отпросится, как едет туда с этими лошадями, отблагодарите, купите подарки им и попросите прощения. Купите больше, кроме этих лошадей. Там еще, может, телегу купить надо. Ребенок это понимает. И больше он никогда не воровал. А другой говорит, я не знал, продает ему пирожок, своровал. Ты представь ему, скажи на суде Божьем, ты будешь стоять сворованным здесь. Найдите дорожку к детскому сердцу. Они так восприимчивые дети. Я могу говорить об этом. Я начальник детского лагеря, 45 лет был директором. Уж считай, три года в новом формате. И скажу, что совершенно непригодных детей очень мало. И самые непригодные верующие в семей. Неверующие прям слушают. Вопросы за верующими как будто ничего не надо. Нисти такие. Но в большинстве такие. А если священнослужители прислали ребятишек, за ними смотри. Они вообще как будто не знают, что такое святость. На богослужение надо смотреть, чтобы не крутился, не вертелся. Бог с нас просит за все, что вокруг нас. Мы сейчас прочитаем несколько мест Писания, которые прямо будут держать нас, как в клещах, чтобы никуда мы не дергались. Бог сказал, прямая дорога. Я есть им путь, истина и жизнь. 14.6. Евангелия Тиана. Он есть путь, не пути, а он един. Истина, с большим боком, и жизнь. У тебя надо идти правильный путь во Христе. Нужно помочь. Ты глазами гляди не просто так, какие афиши, а кому помочь, кому Слово Божие сказать. Поэтому у нас много сейчас, видите, какие материалы лежат. Возьмите, с кем-то разговаривайте. Где-то сумочка у тебя, даже упала ты, потеряла, открой, а там Евангелие лежит. И через это Бог может человека привести. То есть, все минуты посвятите тому, чтобы прославить нашего Господа Бога. За Его великую неизрещенную любовь. Он отдал за нас Сына Своего Единородного, когда мы были все во грехах. Не за праведников отдал, а за падших грешников. И вот здесь они думали так, а получилось по-другому. Второе, Коринфянам 6.2. Ибо сказано, во время благоприятное услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Когда? Вот теперь, сейчас. То не наше, а будущее еще не наше. Вот сейчас это секунда, вот это наше. И ты за эту секунду, что Бог позволил тебе в храме быть, слышать слова из Святой Библии, от Духа Святого начертанное. А как, чтобы не погибнуть? Первое, Тимопея 4.16. Вы легко запомните его. Вникай в себя и в учения. В себя и в учения. Занимайся с ним постоянно. И так поступай, спасешь себя и слушающих тебя. А что бы это? Это надо полюбить. В доме, кто бы ни. Вот ты сам знаешь, давно ли как был, а теперь у тебя сын уже с внуками. Не успел оглянуть, как будто жизни-то и не было. Так давайте хоть на этом участке постараемся. Написано, и так, мы на ресталище. Олимпийские игры бывают. Бегут многие, но награду получает один. И так, бегите, чтобы получить. То есть мы соревнуемся здесь. И когда человек вошел, хозяин на пир, и осмотрел, и говорит, а как ты вошел сюда в небрачной одежде? Как одет, и мы Бог знает. А что такое одежда? Одежда праведных. Одеться во Христа. Мы считаем, 3.17. Галатам об этом говорит. Все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Мы все это должны принять в себе, как Златоуст говорит. Не так. Бог возрубил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий у Него не погиб на имени, жил вечно. Всякий, а ты скажи, назови свое имя там. Это именно за меня умер. Присвой это себе. Вот тогда ты это поймешь. Посмотри, где ты был? Куда он спустился? Где эту овечку потерянную он искал? Мы настолько должны в этом жить, что я где-то в пустыне потерянный. И никого нету. Ни огонька, ничего нету. И вдруг он является, мой Спаситель. Берет за руку. Посмотри на его пронзенную гладь. И это сегодня. Можно всю жизнь проходить фрамы, ни одной души не привести. Они, люди, возрождаются от Слова Божия. Ну возьми кому-то, подари, не бойся, что с работы там уволят тебя, соседи будут недовольны. Ты об этом не думай. Одна говорит, враждовали между собой, а тогда, помните, мыло кусок не достанешь где-то. Ну она решила соседке дать мыло. И подружились через это, а потом обратилась к Богу. А это копейки буквально. А сколько таких на нашем пути встречается? По оезде едем. Ты садишься где-то, соверши крестное знамение и скажи, Господи, благослови. Кто-то заметит. Кто-то может постараться слышать. Открой. Крупное возьми Евангелие, у нас он красный, у кого нету. Изданное благословение патриарха Кирилла. Легко показать большой, крупный шрифт, благословение. Даже если обыскивать будут, мы вот официально, а то они борются, власти, чтобы сектанты нам плохое не подсеяли. Исайя, 56-12. 750 лет до Христа. 56-12. Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся сетеры, и завтра будет, и завтра тоже будет, что сегодня, да еще и больше. Так и говорят. Сегодня у тебя гуляли, завтра у нас, вот он 8 марта, то много дней, где можем пойти погулять. Слышали, сколько отравилось? Сразу 18 человек, какой-то боярешник выпили. Нынче опять массами, то есть кто-то там какие-то делают, и показывают, как обыскивают, что они там отпускают. А люди дешевые взяли, и все отравились. Женщины, мужчины. И где эта радость? И в чем застану, в том и сужи. В 5 главе 1 Коринфянам говорится, пьяницы, сарствие Божие не наследуют. Все, больше не надо ничего. Не обреди, сарствие не наследуют. Тебе этого мало. Ты никогда туда не подашь. Пьяницы ни одного царства небесного не будет. Которого у вас все знакомые, родные, запомните, сказать, пьяницы царствие Божие не наследуют. Он человек курит. Ни одного табакура не будет. Табакур отнимает от жизни 13-15 лет примерно. Примерно. Он самоубийца. Ну, видишь это, ну, подойди, скажи, выбери время как-то, ну, можно. Ну, не все же молчком идти-то где-то. Написано про возгласи с гор, возвысь голос твой. Считаем. Евангелие от Луки 12-16-20. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать. Некуда мне собрать кладок моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся. Ешь, перевеселись. Но бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Показывает сегодня. Человек, знавание большое военное, полковник. Взятки брал. И самосвал пригнали, и показывает, две что ли тонны только денег, половина из них там валюта. И тут же арестовали, он стоит даже в нуждыниках. Это сколько же людей, которые, самое главное, что получить, они не получили в жизни. Сколько детей беспризорных. Ведь этот человек тоже живет среди нас. Почему же его никто не увидел? С собой ничего не возьмешь. Вот этот богач, на многие годы добро ешь, душа, да душа не ест это все. Как раз душе-то это и не надо. А как тогда отправить на небо голодному, нуждающимся, Златоуст говорит. Бывало так, переезжали с места на место, в сундуки золото, заковали его, с сыпьями, в телеге. Бывает, вместе с телегой золото уехало, вместе с ящиками. Ты найди такие, которые на небо отправят. Ты найди, которые нуждаются. Видишь, какой фермер был. Элеватор свой строит, да еще раз шире. Златоуст говорит, а еще урожай будет, что теперь еще раз ширить надо? Такую двоину, еще раз удвоить, пока смерть не положит предел этому безумному занятию. А много ли надо человеку? Так, сами посмотрите, если мы каждый день благодарим Бога, научи нас, Господи, жить в бедности, когда поминаем Яна Крестителя. Человеку не так и много надо. Надо научиться жить скромно и от себя что-то где-то оторвать, минимум от десятина, на церковь, священству и нуждающимся. Мы считаем Тавита 1.8, он ходил в храм. Никто не ходил, я, говорит, один ходил. А почему? Отцова мать Дегора, она мне сказала, и она умерла, и он один ходил. Вторая десятина, говорит, нищим раздавал, а третья на содержание храма. Один, три десятина. Каноническая книга, и он благодарит Бога, и дальше известно, какие претерпел гонения, брошенные мертвецы, убитые, никто не хоронит, а он хоронил, а его опять посадили, освободился и опять тоже делает. И на него доносы были. И как он, эта книга, так и называется, книга Тавита, будет возможность, посчитайте. Какая ревность? Считаем. Деяние апостолов, 1732. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. А другого времени не было. Я никогда не знал, думал, в церковь ходят люди, разговариваешь, да, я верю. Ты веришь, что Бог Христ? Конечно, я хожу, причащаюсь. Ну и как, когда воскресишь, что воскресишь? Ну ты, как, что люди, что ли, воскреснут? В воскресение не верят. В большинстве. И было, что время, когда епископы перестали верить. Это жития святых говорит о епискских отроках. Но отроки были такие уже военные. И Господь однажды сделал так, что они власти преследовали, и они в пещеру зашли, и там были 200 с лишним лет. В каком они, в анабиозе были, это неизвестно. А после дальше, когда узнали, что они столько были, то и епископа уверовали. У Бога много разных способов, чтобы нам донести до нашего сердца. Вот вы с кем будете, говорит завтра, кто-то не придет. Позвоните, узнайте, болеет он человек или нет. Я не знаю, вам звонят или нет. Звонят, и как сказать. Вот. Почему его нету? Вот говорят, человек этот известен вот чем. Я говорю, а чем? У него 10 сыновей было. Знакное дело. А сколько верующих? никого нету. Ты же за каждого отвечать будешь. Я встречался, сколько сыновей? Семь. И все в тюрьмах сидят. Я встретился с одним только. Ужасное озлобление на все. Ты сделай так. Один, говорит, праведник дороже 10 тысяч грешников. Так нам говорит Слово Божие. Кто бы с вами не встретился, вы какой-то отпечаток дайте. Тем более, сегодня это такие способы, это даже нельзя сказать. Вот только сегодня говорили, я прихожу домой, сестра уже выставила, и уже отзывы какие идут. Услышали. Новые люди приходят. Совершенно нам незнакомые. Притом с разных государств. Вы слышите, какие бедствия сейчас идут? Что делать? Завтра, если Господь благословит, я на эту тему буду говорить о молитве. Можно ли молиться? О чем молиться? Хотя и на сегодняшнее это, мы все время должны быть молитвами. Утром выходишь, к двери подошел, не спеши дверь открывать. Перекрестись и скажи, отрекаюсь от сатаны и всех делаю, всех ангелов, всей гордыни его. И спокойно выходить. Всю дорогу Господь тебя расчищает. Я неоднократно слышал о том, как дети, неблагословенные родители, выскочили на улицу и стали бесноваться. Специально подослали беса и у меня очень близкие люди были, которые испытали на себе это. Считаем. Первая Иоанна 2.17 2.16-17 Первое послание Яна 2.16-17 И во все что умери пухоть плоти, пухоть отчей, и гордость житейская не есть от отца, но от мира сего. И мир проходит, и пухоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Боль Божия. Умер царь. Я говорю, а чем он был известен? Ну, ничем, просто в храм ходил. А оказалось, что он ни одного богослужения не пропустил. И спрашивает, так у нее дети были? Да, дети были. Приезжали, да, но он говорит, никуда не денется, я в храм схожу, а потом тут. А сейчас нету на даче. Почему Священное Писание строго предупреждает нас заботиться каждый день? И не так, что я не был. Вот, допустим, Священник куда-то поехал в другое место, он должен думать, где будет отдыхать. Два воскресенья, если он пропустил, с ним уже разговор будет другой, могут отстранить от богослужения. Поехал в отпуск, но чтобы были храмы где-то, чтобы сходить на богослужение, прославить Бога. Вот у нас семь минут, видите, молчания. Мы вспоминаем, что было в прошедшей неделе. Сколько милости Бог нам оказал. Вы знаете, что молитва трехступенчатая. Первое, это просительно дай, помоги, спаси, защити, сохрани. Там все. Там и католики, и сектанты, и мусульмане. Ну, понятно, беда и кран. Второе, там меньше людей, благодарение. Златовус говорит, получил, не получил, благодари, Бог знает. Если я хотел получить, не получил, Бог знает. От этого, чтобы я получил, у меня было бы по-другому теперь в жизни. Как я благодарю Бога, чтобы Бог мне не дал то, что я хотел иметь. В дальнейшем жизнь показала. И третье, я ничего не хочу на земле. Только славить. Аллилуйя, славословие. Старайтесь все время молиться на трех ступенях. Вот сейчас, Господи, лыка живота моего. А потом, где 12 раз говорится, Боже, очисти меня грешного, Боже, очисти меня грешного. А вы разбейте, напишите. Вот сколько там, 12 поклонов делается? Ну, по 4. Просьба, благодарение и славословие. Притом, Серахов говорит, не искушай себя, когда начинаешь молиться. Припомни, ни о чем молиться. И о чем молился, держи в себе. Ты молился, ничего не сделаешь, ничего у тебя и не будет. Ты попроси Бога, чтобы правильно распорядиться этим временем. Мы слышим, сколько погибает людей. очень и очень много. От голода, недоедания, войны, разные болячки. Все. Эти люди так же ходили. Им никто не сказал. Мы всем не можем сказать, ну, кому-то мы можем. Ты только пойдешь куда-то там. И обязательно, я повторяю снова, Евангелие возьми с тобой. положи, чтобы люди могли познакомиться со Христом, чтобы у них был выбор. 1 Петра 1,24 Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Трава подкосила смертью, рисует ее с косой, и не случайно. И 4,7 Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Бодрствовать. Не просто пришли, отстояли все тут, а вспомни, о чем ты говорил. И проследи, как это перед Богом будет. Мы просили об этом, вот у нас случилось, брата одного в интернете на работе, там сильно стали притеснять, сразу объявили все на молитву. Другой заболел, это узнали. У него еще какое-то горе, поехал и не знает, как выехать теперь отсюда. У нас сестра тут была. Обстановка-то меняется, видите как. Мы все несем на руках молитвы. Она пошла, там даже разговаривать не хотят, где визу и прочее дают. Стали молиться, она другой день, стало все на свое место. Мы не знаем, как это Бог делает. Мы доверяем Ему. Исайя 38-12. Исайя называет ветхозаветним евангелистом. Как он на Христе видит, как распинают. И все написал в 53 главе. 38-12. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать подобно ткачу жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Вот какое состояние было. Вот как щелнок, когда ткут, отрезался от основы. Шалаш стоял. Человек там от дождя спасался. Ну, то есть у нас же и вдруг... Вот вернуть его после смерти, посмотреть, что тут будет. Кто тут будет? Ты старался, а для кого? Я вот сколько раз говорил, ну, не доходит это. Дети все имеют. Свои дома, все. И она, бабушка уже, ну, дети там взрослые, все. Все. Большая, хорошая квартира. Мне не надо. У меня есть здесь жители. Я говорю, вы хотели, чтобы вот эта квартира, хорошая, обставленная, и здесь были ангелы. Ну, да. Вы детям отдаете ее. Они ее продадут. Они вертолет купят. У них все есть. Вы сделаете так, чтобы... Я не знаю, кого. Ну, пойдите в любой храм, подойдите к священнику и поговорите. У вас есть молодые люди, которые действительно верующие и которые не имеют жилья? Священник-то все равно знает. И сделаете дарственную. Я вот сколько говорю, это единицы. Единицы, которые... А дальше умерли двое верующие, муж и жена. Притом люди хорошие. Я говорю, я знаю, они мне будут уже как чужие. Они стараются со мной больше не встречаться. Дети объявляют мне войну. Я хочу, чтобы это все на небо ушло. То, что мы здесь подадим, оно в ту же минуту, если у вас имя Христово там оказывается. Еще Иова, 14.1. Многострадальный Иов. Мы еще пять мест прочитаем, чтобы понять, что мы не одинокие в этом. Это порезия сплошная в болячках. Человек, рожденный женой, короткодневен и пресыщен печалями. Ну, мы это знаем. Это по-другому. Это человек такой скорби высказать нельзя. А ты знаешь, у меня горе такое. Там сын в аварию попал. У него семь сыновей. Три дочери. Все погибли в один день в собственном доме. Семь сыновей. Самый богатый на Востоке был. Десятками тысяч измерялись у него стада. Все отнял. И проказы от подошвы ноги до темени головы. Дьявол помог ему это. И вот он теперь видит, как быстро все кончается. Еще прочитаем его. Семьдесят шесть семь. Так, седьмая глава, шестой седьмой стих. Дни мои бегут скорее, челнока и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть добрая. Какие сравнения? Наша мама, вот когда уже строили деревню, она говорила, вот если бы отец был, что бы он сказал? Вернуло все. Лошадей нельзя было иметь. А тут и лошадь, и трактор. Это вообще нельзя было даже думать как. Да храм открыли. Да даже сказать нельзя было. Свободно. Здание приватизировали. Там стены были от старого клуба. Богослужение идет. Архиерей приезжает. Какие времена? И когда мы вели занятия в университетах, буквально все охвачено было. Я постоянно твердил, благодарите Бога. Такой свободы не только Россия, ни одно государство не имело, как нам Бог дал. Научитесь никогда не прислоняйся, когда хуляк пробить, или там то другое. Ты только благодари и молись. И тогда молитва твоя, она настолько угодно будет Господу, что ты другими глазами на все будешь иметь. Какой спрос будет с начальствующих, Библия говорит. Не просто так вот он сделал, то он неправильно. Ты политолог хороший. Все политики за голову хватаются. Не знают, что дальше будет. А мы знаем. Завтра, если будете здесь, я вам покажу цифры. Притом, не на рожьешная цифра. Нормальная. Оказывается, мы многого не видим. Нам люди подсказывают. Так. 9, 25, 26. Иова. Книга Иова. Автор неизвестен о той книге. По сегодняшний день. 9, 25, 26. Дни мои быстрее гонца Бегут, не видят добра. Несутся, как легкие ладьи, Как орел стремится на добычу. Орел на добычу. Вы знаете, есть такой царь среди птиц, среди зверей леп, а этот царь, там, сапсан. Скорость разгоняет до 300 километров. Это вообще, как он сгореть должен был. Ну, вот такой. И вот так болезни на нас, вот так жизнь с такой скоростью уходит. Вот сейчас сегодня человек, если живет 95 лет, О, престарелый. А это десятая часть от того, что было у Ноя. 950. Ноль отбросили и говорим, а теперь, ой, долго жил. В 10 раз меньше живем. А у них не было ни Библии, ни одной строчки не было написано. А как они узнавали? Передавали узким преданием. Так, Псалом 38.6. И этим закончим. Три места Псалма. Давид как стонал об этом. Вот ты дал мне дни, как пиаде, и век мой, как ничто при тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Все. Пиаде, ну, по-разному говорят. Можно мерить, как, так, или сколько здесь захватит. Вот такие наши дни краткие. Настолько все быстро идет. Ты с любым пожилым человеком поговори. Заметил он, как жизнь прошла? И при том зайдет на кухню, говорит, встаю, не знаю, зачем зашел. А что было в юности, все помнится. А почему? Потому что есть за что Бога благодарить. И надо, чтобы не деградировать, советуют врачи, ну, считайте до 100. Нам не надо считать, нам молитвы считать. Какое преимущество у нас быть верующими-то? И память остается. И в старости сочное, плодовитое и свежее. Бог делает так. 89, 6, 8. Псалом. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева твоего и от ярости твоего смятения. Ты положил беззаконие наше пред тобою и тайные наши пред светом лица твоего. Это он где-то в пещере ночью один и все это видит, как ладья уносит. И 88, Псалом, 48, 49. Вспомни, какой мой век. На какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней. Я не знаю, как вот. Мне это Бог давал, я это понимал. Как надо время сэкономить. Где? Я подумал, 8 часов уходит, поднялся, лег, 8 не ходит. Господь благословил довести до 2,5 часов в сутки. А остальное время работать, писать там и все. Вы себя проверьте, сколько на сон уходит. И дальше, меньше этого я уже не потянул. Я уже понял, я начал спотыкаться, хотя сила, молодой был, работал. То есть, посмотрите, сколько уходит на вставать, сколько тратится там на это мытье. Чуть не каждый день в ванне квасится. Зачем вам это? Ну, посмотрите, как жили святые. Посмотрите на Серафима Саровского. Когда он был в бане, я не против в баню ходить, и все. Но, однако, мы видим, люди жили не так. И лицо было такое, что надо было, как у Моисея, надевать покрывало, оно светилось, сияло, как солнце. Это нам образец они показали. А какая у них забота была? Никто никогда не слышал. Ну, завтра у тебя что есть? Он говорит, не знаю. Вдруг кто-то приходит, дает. Притом, я могу сказать, что это именно так. Итак, дивный Господь дал нам жизнь. Помоги, Господи, ее правильно прожить, окончить со славословием. Аллилуйя, аминь. Спасибо, Христос.